Друзья, мы давно уже думали по поводу того, чтобы это провести, чтобы Анастасия приехала к нам. Наконец, все сошлось, и очень здорово, что это получилось. Спасибо большое. Прежде чем говорить о той ситуации, с которой левые нового типа, левые современные оказались, или исторически сложившаяся позиция левая оказалась, нужно сказать о ситуации, в которой они там вообще появились, и в которой они развивались. Тема эта тоже очень большая, история левых движений на арабском Востоке. Поэтому я постаралась ее как-то для вас кратко резюмировать в первом слайде. Вот, что на первом этапе, в первой половине XX века, левые идеи проникают вместе с антиколониальной борьбой арабов. И в этот период происходит какое-то воспринятие социалистической идеи, но прежде всего формируется арабский национализм. После переворотов середины XX века, эти революционные социалистические идеи, вместе с арабским национализмом, сформировавшимся как протест против колонизаторов, как реакция на колониальную систему, формируют социализмы государственного типа. И формируется ряд так называемых арабских национализмов. То есть мы можем говорить не об одном арабском национализме, арабских стран много, а абсолютно разных арабских национализмах. В Египте это НАСА, солнце арабского мира, в Тунисе приходит партия Нелдустур, и там вполне социальные проводятся реформы. Правда потом, когда лидеры эти довольно-таки авторитарные понимают некую неэффективность этих реформ, они, развивая, как-то переделывая идеи, возвращаются, ну в частности, тунисский лидер Бургиба, возвращаются, точнее приходят уже к каким-то более капиталистическим ходам. Они проводят сначала национализацию в начале своего правления, потом обратно приватизацию. И вот этот процесс происходит параллельно с перестройкой в СССР к распаду Советского Союза. В основном все эти режимы осознают свою неэффективность и прикрываться социализмом им уже резона нет. Но что происходит с оппозицией в этот период? Мы помним, что у нас случилось, у нас развилась какая-то идея, арабский национализм, который воспринял идеи социализма, так или иначе интерпретировал марксизм. У них у всех были сложные отношения с марксизмом, у всех этих режимов были специфические отношения с исламом. Никто из них не отрицал ислам окончательно. Ни Тунис, ни Египет, ни тем более Баас, они все старались провести какую-то очень умеренную секуляризацию, но при этом мы строим свой социализм с капиталом в одной руке и с Кораном в другой руке. Это слова НАСА. Зачем я об этом говорю? Это важно, чтобы именно этот момент, их отношение с религией, важно для понимания того, что происходит с левыми там сейчас. Откуда у них тоже такие специфические отношения с религиозными группами. В противорез этим правящим партиям в основном лидировала, естественно, одна партия, была закреплена в Сирии ведущая Ром Баас. В других странах были сильные национальные лидеры, которые держали до определенного момента один свой курс. То есть начинают развиваться подпольные кружки по изучению марксизма 70-х годов. И часто в этих кружках, помимо студенчества, находятся те же партийные функционеры, которые чем-то недовольны, и им просто интересно изучить марксизм и противопоставить его существующей номинально, не коммунистической, а левой системе. Потому что коммунизм и все эти режимы тоже себя по многому противопоставляли. Прежде всего из-за отторжения коммунизмом религии. То есть никто из арабских лидеров не решался на полное подавление религии. Всегда очень с этой темой были осторожны. И арабские левые движения не атеистические чаще всего. То есть никто не включает в свою программу атеизм. Борятся с чем угодно. С внешним вмешательством, с капитализмом. Могут бороться с экстремистскими группами, но не с исламом как таковым. Нужно это помнить как специфику региона. Как и неотторгаемый национализм. Арабский национализм при представлении о единой арабской нации или представлении о, допустим, египетской, арабской нации порождает сложную структуру идентичности арабов. То есть я в первую очередь египтянин, потом араб, потом мусульманин. Но то, что я египтянин, важнее, чем то, что я араб. Можно сразу вопрос? Да. Это будет, как бы, ну так назовем, левая идеология власти, да? Как она относилась к национальным меньшинствам, в частности к коптам в Египте и тому подобным людям? В Египте у коптов вообще довольно интересное положение, но с ними находили какой-то баланс. Когда это был НАСА, все было довольно неплохо, потому что левая повестка, она была националистическая, но националистическая не этнически. Вот на примере Баас, допустим, сирийская нация, это все нации, проживающие на территории Сирии и говорящие на... понимающие друг язык друг друга. То есть говорящие на арабском языке или, может быть, даже на каких-то других языках. Это идеология Баас Мишель Афляк. Он постарался максимально включить всех сирийцев в свою идеологию. И он на самом деле очень сильно ориентировался на исторический опыт Эмияда. Вот такая вот интересная ситуация. То есть они притягивали к советскому опыту, к марксистским теориям какие-то свои исторические ситуации, свою местную религиозную и национальную специфику и старались из этого сварить вот такой вот компот, который поддерживал бы до определенного времени баланс. Но понятно, что противоречия все равно выходили наружу со временем. Такова, так скажем, ретроспектива всего этого арабского движения, левого движения в арабских странах. И к концу XX века, когда распадается союз в верхах, понимая бессмысленность этих идей, всплывают потихонечку эти самые движения, выросшие на марксистских кружках. Кроме того, к марксистским кружкам в 80-х добавляются краткийские кружки. И вот это вот самый интересный момент, потому что если марксистские кружки имеют больше отношения к исторической оппозиции, если там больше партийных функционеров, если в дальнейшем они больше идут на соглашательство с властью, то троцкистские кружки уже выращивают тех, кто потом будет придерживаться теории перманентной революции, уже выращивают тех, кто пойдет на полновесную такую конфронтацию, они просто изначально настолько маргинальны, что им, у них нет там бывших партийных функционеров, насколько я могу судить, и им комфортно вот этой позиции конфронтации, они не смирились ни с одним пока что из режимов, ни с одним из предложений. Вы видите на четвертом слайде карту арабской, ну я предлагаю, да, посмотреть второй, третий и перейти к четвертому. Термин арабская весна – это третий? Да, термин арабская весна – это третий. Я думаю, всем понятно, что такое арабская весна, когда происходили эти события. Это не с 10-го начала 11-го года. Всем понятно, что началось с Дуниса. И причем здесь левые, скажете вы это, что левые устроили революцию? Нет, как раз таки, что нам интересно в арабской весне – это та самая новая ситуация, с которой сталкиваются не только левые, а все политические силы в арабском мире. Арабскую весну, чтобы там не говорилось, какие бы конспирологические теории не выстраивались на тему того, кто это все устроил, Арабскую весну устроили ранее политически неангажированные силы. Это молодежь. Что это вам напоминает? События, когда выходит очень много школьников и студентов. А еще, почему это нам так интересно именно сейчас? Потому что это всегда происходит здесь и сейчас. Последние русские, да? Да, и вот это… Я посередине назвала ее совсем не политической. Нет, они политические, но они ранее политически неангажированы. Они ранее… Это не историческая позиция, которая складывалась годами, потом что-то устроила. Это просто много разной молодежи на улицах, которая недовольна всем тотально. И понятно всем, в общем-то, почему она недовольна. И всех, так скажем, потенциально революционных сил возникает вопрос, а что нам теперь делать? Во-первых, зачем мы теперь нужны? Я так думаю. Во-вторых, как нам себя координировать с этими силами, что нам с ними делать? Это такая лошадь, которая выбегает в поле, а вокруг нее много-много ходит людей с упряжками. И вот кто ее зарканит? И тот потом на ней будет пахать. Движение египетское называется «Тамарут». Левые, о которых мы сейчас будем говорить, в частности, это революционные социалисты Египта, о которых мы поговорим больше всего. Они говорят, что они координировали происходящее во время арабской весны событие. То есть в Египте это были события 25 января 2011 года. Они говорят, что мы с другими левыми силами скоординировались до всех событий и как-то там направляли молодежь, как-то там организовывали протест. Но вообще понятно, что это революция нового типа, появившаяся благодаря развитию социальных сетей. Вот какой-то бум технологий достигло это все какой-то точки, безработица, сошлись какие-то, видимо, несколько критических ситуаций, и возникло вот это вот молодежь, возникло это движение «Тамарут» и вышло на улицу. На фоне этого, какие помимо левых у нас оппозиционные режимом силы попытались с этим что-то сделать. Мы уже говорили об арабских националистах, светских, это были они. Потом исламисты очень активно приняли участие и в Египте братья-мусульмане во главе с Мурси в итоге пришли к власти. Это анархисты, о которых говорить очень сложно. Сколько их было, кто себя считал анархистом, кто потом примкнул к другим движениям, что они делают сейчас. довольно загадочные. Загадочные анархисты. Загадочные анархисты арабские. Насколько я понимаю, революционные социалисты, о которых я уже упомянула, о которых сейчас скажу, использовали, по крайней мере они так говорят, связи с анархистами, привлекали их к своим акциям. Собственно, революционные социалисты Египта. Я уже сказала, что в 70-х начинают появляться малые марксистские кружки, а параллельно с ними, чуть-чуть попозже, правда, появляются троцкийские кружки, где начинают изучать, разочаровавшись уже в марксизме, начинают изучать труды Троцкого. И очень много участников это движение привлекает в связи с ситуациями в Палестине. То есть сочувствующие палестинцам составляют в какой-то момент большую часть революционных социалистов. Они официальным годом своего основания, считаю, 95-й нужно понимать, что это полностью внесистемная, это полностью маргинальная группа, которая не имеет никакого отношения к режиму. Это люди, которых очень мало, их несколько сотен, потом, может быть, их тысяча, потом, максимум, их несколько тысяч. И мы, в общем-то, не можем понять, сколько их на самом деле. Вся информация, которая у нас есть об этих группах, это настоящие левые нового типа, не имеющие отношения к власти. Вся информация, которая у нас о них есть, практически вся, это их интервью. А еще есть критика, когда их обвиняют в тех или иных прегрешениях перед левой идеей. Понятно, что в своих интервью они говорят только то, что хотят сказать. Во-первых, они скрывают какие-то факты. Во-вторых, понять, кто состоит в движении, очень сложно. Мы можем знать нескольких лидеров публичных. Это Хамалави, его жена Гиги Ибрагим. Это Алла Абдельфах. Это все на десятом слайде. Да, я так говорю, говорю, а вы, я надеюсь, слайды в этот момент пролистываете. Вот. Шестой, седьмой слайд для картиночки. Это, собственно, с Тахрира. Восьмой слайд, это небольшие тезисы о том, кто участвует в событиях Арабской весны. Чтобы это было более наглядно, я это уже озвучила. И девятый, девятый слайд начинаются революционные социалисты. Вот. Вот Алла Абдельфах, он попал в тюрьму в 15-м году. Его вместе с семьей арестовали. То есть уже режим СССР его арестовал. И основное количество интервью принадлежит социологу и журналисту Самиху Нагибу. То есть, понятно, лидеры движения – это все очень активные журналисты. Которые себя, так скажем, поставляют под расстрел, потому что они в очень опасных позициях находятся. Хасам Эль-Хамалави, он бойкотировал проект Конституции, когда он принимался в 13-м году в Египте. И за это тоже попал в тюрьму. Дальнейшую судьбу Хамалави, если честно, не помню, по-моему, по крайней мере, ФАТХ точно находится в заключении. Вот. Короткий вопрос. Да. В тех странах, о которых вы говорите, там во всех действует смертная казнь или нет? В зависимости от режима. То есть мы сейчас говорим о современности. Да, мы говорим о современности. Я сейчас не знаю, где у них введена смертная казнь или нет. Там настолько тяжелая ситуация, настолько часто меняются события, что... Но там же действует светское законодательство. Это не Саудовская Аравия, где действуют шариатские нормы. Учитывая, что у власти военные, я думаю, для того, чтобы избавиться от человека, не требуется приговаривать его смертной казни. И есть такая цитата, очень интересная, Хасама Хамалави. Мы помним, что арабские левые не отвергали религию. И хотя революционные социалисты считают себя светскими, на определенных этапах они считали не только возможным, но и полезным. В своих акциях, в своих взглядах поддерживать, допустим, братьев мусульман или других исламистов. Участвовать как-то вместе с ними в протестах против власти Мубарака. И блокироваться тем или иным образом с исламистами. Поэтому они подвергались многочисленным обвинениям. Можно встретить статьи, которые активно печатал социалист-воркер. Такое очень хорошее левое издание. Где как раз-таки много-много можно найти интервью с этими революционными социалистами. Их очень активно обвиняли в сотрудничестве с властью Мурси. Выдергивая из интервью самого Самиха Нагиба фразу о том, что приход Мурси к власти это величайшее демократическое достижение. И мы все занимаемся вопросом, как же, сколько всего сразу. Они и sometimes we're the исламists, они поддерживали их, с ними блокировались. Они считают, что это величайшее достижение демократическое для египетского народа. Наверное, они действительно только прикидываются троцкистами, они только прикидываются революционерами. А вся их задача состояла в том, чтобы привести к власти Мурси. Но если перейти к тому самому интервью, в котором это говорит Самих Нагиб, и дочитать его до конца, а не выдернуть кусок, там можно увидеть, что он говорит, что братья-мусульмане, которые сейчас пришли к власти, все-таки опирались на рабочий класс. Поэтому они не смогут сделать режим полностью диктаторским. Они не смогут прекратить полностью революционный процесс. Поэтому это для нас хорошо. Не потому, что они хороши сами по себе, а потому, что те классы, на которые они опирались, приходя к власти, это те классы, на которые опираемся мы. И им придется считаться. Они в таком положении сейчас находятся, что им придется с кем-то считаться. Но, насколько мы знаем, когда в дальнейшем разворачивались события, Мурси ни с кем не посчитался, но и у власти долго не пробыл. Видимо, революционные социалисты рассчитывали, что он будет несколько умнее, чем он оказался. И к власти пришли в итоге военные в 2013 году. Когда революционные социалисты поняли, что произошло, они стали очень активно не то, что отпираться от своих прежних слов, а просто, видимо, их забыли и писали, мы никогда не поддерживали братьев-мусульман. Но, с другой стороны, там были такие фразы, как «У нас упала пелена в глаз». Ну, немножечко на эмоциях забыли, о чем говорили, можно так представить. В общем, если резюмировать, мне из всей ситуации стало достаточно понятно из того, как она дальше разворачивалась, что дальше делали революционные социалисты, что обвинения были очень красивыми, очень хорошо выстроенными, в том, что они поддерживали Мурсии, и вся их задача была в том, чтобы привести его к власти. Но ложными. Просто из логики событий, которые происходят дальше, их обвиняли в пособничестве военным. Вот, да, я здесь указываю в презентации то, о чем уже говорила, что один из основателей движения был арестован, он бойкотировал проект институции военных, и вообще их очень прижали, как становится понятно, из прекратившейся активности, из уменьшения количества интервью, какого-то участия революционных социалистов, видимо, остаётся всё меньше и меньше сейчас. Вот только. К 2017 году практически никаких упоминаний мы не встречаем. Но я думаю, что если кто-то из лидеров движения переживёт эти события, возможно, они смогут что-то сделать. Вернёмся к 11-му пункту. Нужно понимать, что это не единственные троцкисты на Ближней Востоке. Это просто очень показательные ребята. Это люди, о которых мы много знаем относительно. Это с очень характерной для них программой люди и очень таким ярким участием в событиях. Да, опора на рабочий класс. Они приписывают себе длительную работу с профсоюзами. А может быть, не приписывают. Мы понять это не можем. Никаких доказательств этого у нас нет. Работали с профсоюзами, что они там говорили рабочим, сколько они там собирали подписей. Мы не можем, к сожалению, принимать их слова на веру. Но они утверждают, что ещё до всех событий они совершили длительную подготовку. что до арабской весны они ездили на самые крупные предприятия и разговаривали с рабочими. Да, перманентная революция Троцкого. И четвёртый пункт, который я указываю в одиннадцатом слайде, он в некотором смысле идентичен второму, что свержение Мубарака для них было не последним шагом в революцию, а только первым. Дальше предстоит огромная работа и революция не делается в один день. А это перманентный процесс. Ну и пятый пункт, это ренационализация всех приватизированных производств и предоставление полной свободы создания профсоюзов. Это опять-таки их опора на пролетариат. Они заинтересованы в рабочем классе и считают, что его в некотором смысле должна направлять левая интеллигенция, что нужно немного представителей интеллигенции и много-много рабочих. Давайте откроем четырнадцатый слайд. Да, там довольно длинный текст, я его зачитаю вслух. Режим может позволить себе переждать сидячие забастовки и демонстрации в течение нескольких дней и недель. Но если рабочий использует забастовки в качестве оружия, он не выдержит и нескольких часов. Начнем забастовку на железных дорогах, в общественном транспорте, в аэропортах и промышленных компаниях. Египетские рабочие, от имени мятежной молодежи и проливших кров мучеников присоединяйтесь к рядам революции, используйте вашу силу, и победа будет нашей. Слава мученикам, долой систему, вся власть народу, победу революции. Это уже, понятно, после событий арабской весны распространялись такие листовки, были в интернете такие манифесты от революционных социалистов. А кто такие мученики? Мученики это погибшие на Тахриле, как мучениками считают погибших на Майдане. Те, кто придерживается определенных взглядов, собственно, революционные социалисты, мне кажется, апеллируя к некоторым религиозным, может быть, некоторым несколько религиозному сознанию, создают своих мучеников. Да, тут же, наверное, очень большой важен вот этот контакт, что смерть дезаверов, да? Да, 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 да. Вот, то есть, такой левый джихад. 15-й слайд, если вы откроете, увидите скрин с ресурса Пегипеди, я думаю, многим интересно будет его загуглить, а многие знают, что это такое. Там выкладывались фотографии тех, кто привлек... силовиков, которые привлекались к пыткам диссидентов. Это во многих странах делалось. Вообще, очень такой серьезный и важный проект. Как они объясняли это? Мы не хотим видеть их нашими отцами, нашими соседями, мы не хотим видеть их на улице, мы хотим, чтобы все знали этих людей в лицо, чтобы они не могли вести нормальную жизнь в социуме, как раньше, чтобы они не могли спокойно заходить в магазин, когда все везде его знают, что это палач. Этот ресурс работает с 2008 года. то есть, конечно, понятно, что не ведущей была роль революционных социалистов и других левых в том, чтобы начать эту революцию, арабскую весну, не возглавляли они там орут молодежное движение, но какую-то работу они все-таки проводили. и вполне не совсем, наверное, пустые эти слова. Тогда переходим к сирийцам. Аналог египетского тамаруда там назывался хирака от арабского глагола двигаться. И немножко меньше информации про революционное левое движение в Сирии, но в конце презентации, потом, когда дойдем, я нашла русскоязычную группу ВКонтакте, которая довольно сумбурно, она кем-то ведется. Я не посмотрела, кто там, я нашла буквально недавно, но они выкладывают какие-то очень обширные отчетности с протестов, с плакатами, они выкладывают какие-то свои материалы, то есть там можно еще очень много про них в дальнейшем будет узнать, но я на них наткнулась вот только что. А они это кто? это революционное левое движение Сирии. Мне, кстати, нет, оно не русскоязычное, группа ВКонтакте русскоязычная, там частично что-то с арабского переведено на русский, с английского переведено на русский, но понятно, что движение оно сирийское. Я, если честно, еще не поняла, кто этим занимается, очень интересно. Кстати, если вы посмотрите на заднем фоне, вот на 17-м и то же самое было на 9-м слайде, это не я нашла или нарисовала картинки, это реальные их, так скажем, революционные социалисты. То есть, вот этот вот кулак и у тех, и у других. Истоков не знаю. Почему картинки похожи, не знаю. Я думаю, в просьбе, в общем-то, как символ революции, поэтому. Вот. Что специфично и что интересно по поводу революционного левого движения Сирии, они очень активно говорят прежде всего о нежелании внешнего вмешательства. То есть, это вот у них такой пунктик, что внешнего вмешательства быть не должно. Ну, и они против режима Асада. При этом не блокируются с исламистами, не блокируются, ясное дело, с ДАИШ, не блокируются с прочими подобными военизированными группировками. Не знаю, насколько они сами военизированы. Есть ли у них какое-то оружие, каким образом они борются, и сколько их тоже сложно понять. Но у них есть программа, у них есть заявления, такие же манифесты, и вот 18-й слайд, если вы откроете, 17-й картинки. С начала революции РЛДС приняло принципиальную позицию против любого иностранного вмешательства, в то время, как консервативные и либеральные слои оппозиции, особенно Сирийский национальный совет, содействуют ему. Я хочу сказать, что мы не знаем, насколько вообще у этих групп, особенно у Херака, есть возможность какого-то воздействия на общую ситуацию. Но то, что они есть, уже как-то показательно. они также опираются на рабочий класс, они хотят пропорционального представительства, они хотят окончания всех военных конфликтов на территории Сирии. Это немножечко утопичное желание, потому что с чего конфликты закончатся, когда такие мощные силы вмешиваются в это во всем. И немножечко международное притяжение. Да, она настолько мощная, что это становится для них основной проблемой. Там же по большому счету это уже перестает быть проблемой внутри Сирии, это просто становится территорией для выяснения отношений с другими местными с поэтому насколько они да нет вы абсолютно правы поэтому собственно и понятно почему у них такие заявления и почему это для них такой важный пункт. Не вмешательство перейдем к следующему двадцатому слайду чего собственно общего этих движений они опираются на вот они правда где-то пишут что они революционные марксисты а где-то они пишут что они троцкисты очень сложно с этим то ли они сами не определились то ли есть такая ситуация интервью криво записали троцкисты возможно что-то переводили с арабского на английский а потом я уже видела английский вариант и переводила на русский вот интервью на русском с ними нет то есть переведенных у нас я встретила по-моему за все время одно один кусочек из интервью с революционными социалистами Египта как революционные марксисты мы выдвигаем идею социалистической альтернативы которая в отличие от сталинского опыта построена на силах рабочих и трудящихся и основана на их демократически избранных советах ну то есть вот эта опора на пролетариат она для них тоже характерна 21 слайд вот и это очень большой вопрос о том что вообще тогда делает исторически сложившаяся оппозиция как как себя вести в новых условиях потому что вся новая оппозиция она себя от нее тщательно отторгает видимо настолько себя историческая оппозиция дискредитировала своей постоянной попыткой усидеть на двух стульях и получить какие-то выгоды что новые появляющиеся силы уже вообще никаких дел с ними иметь не хотят да жалкую оппортунистическую позицию в отношении революции в отношении картинки 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 а ви в кружке какой-то особый знак в чем-то похож на знак анархизма ну мне кажется что они просто нашли маску и фотографировались да он довольно популярен видимо это же тоже молодежь она любит такие штуки то есть у них фильм этот популярен да что фильм ну я думаю что да может быть он не то что популярен но просто кто-то посмотрел и захотел такую маску а может быть может быть популярен скорее всего потому что они же чувствуют что это им что-то очень близкое на плакате написано я для вас перевела Сирия не будет Москвой или Вашингтоном Эрриядом или Тегераном Сирия не будет Салафийским государством Сирия не будет ничем кроме как свободной страной для всех сирийцев я думаю я зачитаю их манифест который на 25 слайде нет Вашингтону его союзникам нет Москве ее союзникам нет ДАИШ нет контрреволюционным силам нет авторитарному режиму здравствует единство борьба рабочих и униктенных вся власть и богатство народу революционное левое движение Сирии это манифест от 23 сентября 2014 года Дальше фотографии которые с некоторых протестов это 16 год уже я не вижу на самом деле ни у кого из них оружие но на других фотографиях были какие-то вооруженные отряды которые делают это то что они их не подписывают и я в общем-то не могу даже понять откуда они их берут то есть какая-то совсем сумборная информация То есть и где происходят эти протесты тоже ведь непонятно или в Дамаске все-таки В Дамаске да но иногда иногда не совсем понятно иногда ну это все не те не такие какие-то очень понятные прозрачные источники из которых можно черпать и черпать информацию и понимать что происходит на последнем слайде я разместила то что я совсем вот буквально перед лекцией нашла это материал об основании их организационной ячейки и их пабли ВКонтакте который периодически обновляется довольно я уже сказала сумбурно ведется но все-таки представляет значительный интерес я думаю интересно за ним наблюдать посмотреть можно еще спросить они кто в основном они студенты интеллигентные рабочие ну они очень хотят видеть рабочих но это понимает интеллигенция и ну лидеры вот у египетской египетской этой партии так скажем вот в движении потому что партии сложно назвать не системы оппозиционные у них лидеры это довольно образованные не просто образованные а очень образованные люди это ученые это журналисты вот которые хотят что-то как-то взаимодействовать с рабочим классом я не знаю насколько у них остро строит проблема та что у наших возникающих подобных людей с такими же идеями в плане возможности взаимодействия с рабочим классом потому что об этом говорят что идеи как бы возникают у людей с одним бэграундом опытом и образованием хотят они взаимодействовать с людьми с другим бэграундом опытом образованием возможно им это неинтересно возможно им это кажется навязанным а возможно у нас просто нет языка чтобы поддерживать разговор насколько у них это остро стоит я не знаю то есть смогли ли они найти действительно эту опору или исламисты говорили более понятными для рабочих категориями а если какая-то информация можем ли мы как-то судить об их взаимодействии с их западными течениями по крайней мере вот у этих египетских ребят есть какое-то взаимодействие потому что интервью у них брали именно представители западных левых течений и размещали на западных ресурсах мне кажется собственно и самим западным левым течением очень интересно что там происходит потому что там как раз активный революционный процесс весь идет я предложила бы сейчас пятиминутный перерыв прошу что по поводу протестов мы не очень широко освещали именно арабскую весну я думаю по поводу нее очень много всего сказано в СМИ и материалов можно найти достаточно но чем отличались страны того типа из которых того типа что Саудовская Аравия то есть страна из которой собственно приговоренный к смерти за вероотступничество поэт Ашрафаяпи то есть страны Персидского залива в период арабской весны там практически не было выступлений особенно в богатых с очень большим ВВП с очень высокой лояльностью власти населения страна но выступления произошли в Бахрейне почему именно Бахрейн возможно вы знаете что там власть принадлежит суннистскому меньшинству а жемчужную революцию 2011 года ну это революция на их там площади жемчужной аналог Тахрира ее произвело шиитское большинство потому что там реально 15% суннитов все остальные в основном шииты но при этом сунниты это привилегированное большинство то есть суннитские семьи находятся на каких-то источниках капитала они у власти они контролируют всех остальных и очень большой разрыв в уровне жизни между ними и представителями других классов которые вот еще становятся религиозным не меньшинством но так скажем угнетаемое большинство поэтому арабская весна там носила уже заранее такой религиозно окрашенный характер и местные только номинально существующие какие-то организации левые они вообще ничего не стали делать за исключением такой партии ВААТ у нее был один очень смелый представитель Ибрагим Шериф который вышел на площадь и поддержал протестующих постарался как-то донести до них видимо какие-то идеи как-то выразить поддержку со стороны местных левых но на этом в общем-то все то есть очень низкий процент не только выступлений но и каких-то левых протестных акций взглядов но почему для нас важна в этом смысле по отношению первой части лекции фигуры Фаяда который когда мы почитаем тексты вы увидите придерживается скорее левых взглядов и очень лево экологических я бы сказала потому что он все-таки очень много говорит о вреде добычи нефти и эта тема его очень беспокоит его лирике много и посвящено потому что таких понятно что у нас довольно много блогеров которых сажали за какие-то высказывания целый ряд дел но каждое из этих дел оно интересно именно потому что они эти люди должны иметь очень большую силу воли и смелость для того чтобы пойти на противостояние такому режиму для того чтобы что-то высказывать в таких ситуациях когда они себя чувствуют довольно таки одинокими не так сложно в Египте с социалистическим прошлым придерживаться социалистических взглядов с опытом существования подпольных марсистских кружков с опытом существования подпольных транскийских кружков с опытом недавней революции с довольно развитым чувством свободы но очень сложно то же самое делать в странах настолько консервативных тем более в Саудовской Аравии и иметь такие взгляды вообще развить в себе такие взгляды поэтому нам в этом отношении тоже очень интересен Фаяд интересна не столько его лирика я не хочу никак ее какие-то субъективные ей давать оценки но что для нас дает вообще на первое место это дело Фаяда литературного актора человека пишущего который своими текстами вызвал у властей привлек сначала внимание властей а потом внимание международной общественности то есть та роль которая здесь отводится литературе которая здесь отводится культуре она нам интересна потому что этот момент когда это не политический акт а художественный акт привлекает к себе сначала внимание со стороны властей вызывает насилие вызывает подавление а потом вызывает поддержку и широчайший международный резонанс за что собственно посадили Фаяда есть ли у него в текстах какая-то пропаганда атеизма потому что формулировка была именно такой понятно что нам сама формулировка кажется дикой ну есть там пропаганда атеизма имеет право но дело в том что в принципе Фаяд человек нельзя сказать что глубоко религиозный глубоко религиозный понятно что степень религиозности мы оценивать не можем но человек который использует не в сракастическом смысле в своих текстах религиозной концепции ссылается на коран но при этом он не использует их в негативном смысле то есть у него какие-то ценности подчеркнуты из вот этого богатого литературного опыта который приобретает человек читающий читающий коран и религиозные тексты они не высмеиваются они используются для того чтобы обличать тех кто добывает нефть допустим или несправедливых несправедливую судебную систему или коррупцию и получается что им не нравится что им напоминают о их религиозных каких-то ценностях и обязанностях и показывают что они грешники согласно их священным книгам а не призывают их быть атеистами тем более и тем более не высмеивают какие-то религиозные ценности нет прикопаться можно если поискать но только с точки зрения именно фундаменталист понятно что при желании где угодно можно найти оскорбление религиозных чувств вот но если мы смотрим как люди не ищущие этого там мы этого там не увидим мы увидим что недоволен автор прежде всего существующей социальной ситуации и порой напомнить людям которым он недоволен о том что надо что-то менять он пытается именно с помощью их понятных казалось бы им религиозных концепций вот вернемся к тому за что осудили фаяда говорят что есть информация что собственно сначала он с кем-то подрался а тот с кем он подрался поспорил подрался имел влиятельных родственников поэтому апелляции которые фаяд подал уже попав в заключение привели не к освобождению а к ужесточению наказания вот сначала им вменили те самые 800 плетей потом смертные казни а потом после широчайшего международного резонанса когда вмешались международные пэн-центры когда вмешалась Amnesty International все это организовала активистка Мона Карин и блогер его подруга когда вмешалась общественность они смогли мы смогли добиться того что смертную казнь фаяду отменили вот ему вменили восемь лет заключения и восемьсот плетей что по мнению некоторых ничуть не лучше смертной казни есть правда когда я говорила восемьсот плетей в всех глазах читалось но это же та же смертная казнь по идее их равномерно разбрасывают на эти восемь лет грубо говоря это было приведено ну нет если бы ему действительно дали в один день восемьсот плетей он бы конечно не выжил то есть их разделили да да ну то есть теперь в их интересах чтобы он через эти восемь лет вышел живым но какой-то активизм какие-то действия по поводу поэда продолжаются и он в заключении мы еще не перевели эти тексты написал новые стихи у него вышла подборка я не знаю какими путями она оказалась у международной общественности подборка называется настали трудные времена вот я хотела бы чтобы вы почитали да я просто и возможно Антон что-то еще хочет сказать какие-то наблюдения по этому поводу просто вот и из текстов как я себя представляю это там очень интересно по поводу этой вот религиозной тематики потому что там же в общем говорится о такой колоссальной подмене потому что многие ну там арабисты там с кем-то я общался говорят о том что религиозность в арабских странах она примерно таким образом цветует что внезап поддерживается такая вот ээээ ну фанатичность а на верхах они испортуют риторику этого всего но по большому счету там деньги и цинизм и больше ничего и в этом смысле то есть знание пояда оно такое очень характерно он скорее обличает вот эту подмену то есть я для себя когда это все происходило когда произошел этот прошедшим я сформулировал таким образом что как бы они власти да по его вот этому посылу они подменяют священный текст вообще священная сокровенная нефтяной нефтяной труб нефтяной трубой там нефть Настя говорила о этом экологическом измерении нефти да мы живем в России знаем что такое нефть как фетер такой экономический да политический обогащение и еще по поводу этой смеси религиозности и какой-то революционной оппозиционности мне здесь на память приходит как раз к слову о каком-то взаимодействии и каких-то параллелях европейских но по залине у которого если посмотреть ну и кино понятно но и его поэтические тексты там очень интересно существует конфликтно даже трагически его идентичность как католика по рождению по воспитанию его идентичность как гомосексуалиста вот все эти вещи у Пазолини сосуществуют и мне кажется это очень параллельно интересный момент когда во это мне кажется очень важный ключ чтобы нам ближе были вот эти тексты и их задование можно я думала про экологическую проблематику и она оказывается ровно между политическими и новыми онтологиями и здесь у нас нет такого ощущения что экологическое политическое и здесь чистый пример того как это работает как новое переопределение природы ресурсов связанной с экономикой политикой и антологией очень интересно да спасибо очень интересно добрый день я бы хотела чтобы Настя спрашивала вот этот текст первый вот который как раз таки наиболее сильно иллюстрирует то о чем мы сейчас говорили нет от нефти особого зла разве что нищета следующая за ней по пятам в тот день когда почернеют лица бурильщиков в тот день когда подуя в трубу ты услышишь зов новой нефти в сердце своем и нефтью воскреснешь для всех вот подлинное обетование нефти вот ее обещание что сейчас совершается небо раскалывается я хочу сказать что спасибо большое я хочу сказать что в оригинале там были там были довольно понятные артилки каран понятно что что за труба да и воскресенье видно вот вот и вот и вот не в ужасно плохом качестве артилал ничего не вот поэтому а и он 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 может он он Ахар, воа, инфаху фил qalбика, ки, ки таббис руха ка, нафта, а, ястағамалу лейл ирады ліганит. Ахар, кто-то хочет почитать ещё переводы? Сказано было им, поселитесь там, но они, и тогда сказано было, раз вы стали врагами друг другу, вам пора уходить. На себя самих взгляните из верхних этажей, на себя неизвергнутых до речного дна. И пусть обитатель высот окажет милость, хотя бы малую, простирающемуся по земле. Нищие непрекаянны, никому не нужны. Тоже и кровь ничего не стоит, не имеет цены, не торгуется на рынках сырья. Твоя кровь унемела и не сможет заговорить, пока ты гордишься собственной смертью, пока ты не предал свою душу в руки того, кто не сможет её понять. И потом, потеря души, долгое дело, необходимо время, но и его не хватит забыть, успокоиться, осушить нефть, ужас, толчками выплёскивающийся из глаз. Ну и для контраста можно... Может, третий? Я просто хочу прокомментировать на конец. Прости меня, я больше не плачу, больше не заклинаю твоим именем желаниям и тоску. Я искал лицо, тепло твоих рук, нет иной любви, кроме тебя, никто не любит тебя, сильнее. Я хочу сказать, что там нет иной любви, кроме тебя, это просто очень суфийская какая-то вещь, мне кажется. Нет иной любви, кроме тебя, была формула ровки именно ля-ла и ля-ла, как нет бога, кроме бога. Вот кроме вот этих отсылок, есть в этих текстах какие-то вещи, какие-то оттенки значений, которые трудно перевести или вообще нельзя перевести? Ну, они довольно простые в этом смысле. Может быть, мы просто не видим чего-то, но были тексты, которые мы перевели, но до конца не поняли некоторые строки. Может быть, просто потому что это современное искусство, да, не всегда можно расшифровать посыл, потому что это действительно, в отличие от многих арабских авторов, которые продолжают традицию фердауси и так далее, это действительно что-то ближе к западному образцу современного искусства. И поэтому, да, это верлибры, к тому же. То есть это вот такой, знаете, момент, он порывает с такой вот традиционной, да, арабской... Мне кажется, что это процесс создания искусства нового типа, да, современного, с уходом от традиционных форм, но без разрыва с традиционным сознанием окончательно, то есть всё равно образность... Нет, да, я говорю именно о языке, да, форме. Понятно, что он использует... Он всё равно отсылает вот к этому опыту религиозному, при том, что форму он использует новые и, возможно, какие-то фразы у него достаточно провокационные, всё равно он варьируется вот на этом. Ну, показалось, что интонации всё равно вот этой мистической суперскопой присутствуют, но просто он использует современный контекст. Да, 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 да. Может быть, мы её ещё добавили в переводы, видя её в текстах, видя отсылки к Корану, мы постарались сохранить какую-то... Отлично. Ночь. Она слишком редко имеет дело со временем. Ей не хватает дождя, капель, которые смыли бы с тебя следы прошлого, заплутавшегося, сбившегося с пути. Не хватает дождевых капель, воды, чтобы даровать тебе избавление от соломутрия. Ты это так называла. И неправда, что сильное сердце может любить, чтобы ты в соуслышании назвала лживой книгу и мнимыми тех богов, которых почитала за истину. Здесь может показаться, что это какой-то призыв юридического героя к отказу от книги в смысле от писания, но у меня есть ощущение, что это скорее отсылка к языческим временам, потому что боги были во множественном числе, и слова, которые были использованы для обозначения заплутавшегося, сбившегося с пути, они были похожи на то, чем могут назвать человека до ислама, то есть неведущего священного писания. А с другой стороны, может быть, это высказывание в сторону как раз-таки ислама непонятно. А может быть, это какое-то политическое тоже, лирически-политическое высказывание о том, что почитаются какие-то боги и капитализмом. Можно еще седьмое прочитать? В тот день, когда мертвые встанут, они встанут ногами и будут стоять ногами. А ты скинешь ботинки и поплывешь по худым трубам с точной канализацией. Здесь могла бы обнаружиться определенная польза, но только для ног, не для земли. Мне кажется, это тоже опять какая-то экологическая мысль. Но вот эти мысли, строчки по поводу ботинок, на самом деле, были очень плохо понятны. Пророки вышли на пенсию. Можно уже не ждать посланных к вам. Вы. Для кого аналитики ежедневно заставляют отчеты? Вы. От кого они добиваются своих огромных зарплат через суд? Достойная жизнь. Сколько она стоит? Следующее. Я воскресаю на гимн и встаю и стою. День за днем некому вынести решение по моему делу. Некому его струбить. Рано еще я поторопился воскреснуть. Я воплощенный опыт ада земного. И сама земля. Ад. Уготованный беженцем. Я думаю, на этом можно закончить. Я хочу вспомнить о том моменте, когда все произошло. Было ренанонс и были эти мероприятия по всему миру и в России, в Питере, в Москве. Я смотрел вечера в Москве в Сахарском центре и в Питере в Паренкислов. И это было такое очень особое впечатление. Это не бывало вообще по сегодняшним временам дела, когда литературный текст вызывает такую реакцию. У нас мы знаем подобные случаи скорее связаны с современным искусством, с перформансами, которые осуждают. А с текстами, пожалуй, нет. Очень часто, не всегда, но часто, скажу, от столичных мероприятий иногда есть такое впечатление тусовочности. То есть люди пришли, почитали стихи, а потом кто-то будет обсуждать стихи, а кто-то пойдет на форшет. Вот сам масштаб событий, с учетом ситуации вокруг нефти, что нефть это такой особый фетиш и для нашей экономики. Вот с учетом всего этого у людей было ощущение, что соединение произошло с одной стороны от сознания трагичности и необходимости выразить солидарность с тем, что происходит с человеком, причастным к слову, так же, как и ты. С другой стороны, здесь такое состояние, человек приходит в себя и остановится, что слово может значить не только внутри поэтических контекстов, не только с точки зрения поэтического языка, но оно до сих пор может вызывать какие-то еще и политические резонансы. Это в том числе для нас это не только повод ужаснуться, как же происходит в восточных странах и повод задуматься о них, но это и повод задуматься о том, что происходит здесь и сейчас. Это мероприятие, которое прошло, оно меня заставило об этом об этом задуматься. И плюс, конечно же, это очень здорово, что был вот этот вот резонанс, была именно солидарность людей по слову, что мы не просто сидим внутри своих тусовок, а что мы часть этого большого, даже уже не европейского, не западного, а общего контекста, мы выходим за рамки своей границы. Вопрос, как идти дальше, как с этим работать, это уже другой вопрос. И большое спасибо Анастасии и Станиславу, что они нам дают возможность прикоснуться к этому непосредственно, к этим текстам. Это не просто такая вот, сука, аттракцион, чтобы не скучно было, а этот тоже, этот голос, он, конечно, голос Фаяда, но он и наш голод, да, это то, что так или иначе соотносимо с людьми, которые мыслят себя в культуре сегодня. Вот, мне кажется, это очень важно. Спасибо, Анастасия. Спасибо большое, Анастасия. Всем большое спасибо, что пришли. Спасибо большое. Спасибо.